Из случаев будет представлен из Ростова-на-Дону Мария Георгиевна Елишенко. Мария Георгиевна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Представляю вам клиническое наблюдение пациента с пищеводом Барета длинного сегмента. Наш пациент – это молодой мужчина, 46 лет. На сегодняшний день его ничего не беспокоит. Но из анамнеза известно, что изжога его беспокоит около 10 лет, редко отрыжка воздухом, дискомфорт и боли за грудиной. Ранее он не обследовался, не лечился, оккупировал самостоятельно симптомы приема монтоцидных препаратов. И, может быть, он вообще не обратился бы к врачу, если бы в августе 2017 года не снизилась риска масса тела на 20 кг за 2 месяца, не появилось сердцебиение учащенное, слабость, усталость, потливость, тремор. В связи с этими симптомами он отправился в свою поликлинику по месту жительства. Терапевтом он направлен на консультацию эндокринолога и гастроскопию. Эндокринологом диагностирован у него тиреотоксикоз. Впервые в жизни своей, в ноябре 2017 года, пациент выполнил гастроскопию. Доктор, который его осматривал, гастроскопия выполнялась без седации, выявил у пациента протяженный сегмент пищевода Баррета. И также в нижней части пищевода визуализировались и язвенные дефекты, и положительный тест на хеликобактер пилори. Взята была гистология, где доктор-морфолог описывает фокусы слабой дисплазии петелия желез. Далее пациент с результатом гистологии и заключением гастроскопии отправляется на консультацию гастроэнтеролога. Выставляется клинический диагноз пищевод Баррета, гастроэзофегальная рефлюксная болезнь, язвы. И назначается пациенту такая терапия. Рабипрозол 20 мг раз в день на месяц с дальнейшим переходом на пантопрозол на 2-3 месяца. Стандартная эрадикационная терапия первой линии на 14 дней. И добавляется еще гастропротектор на 2 недели. В марте 2018 года другим эндоскопистам уже повторно выполняется исследование. Также под местной анестезией лидокаином, так как пациент отказывается от выполнения исследования под седацией. Здесь визуализируются некоторые разночтения, возможно связанные с тем, что пациент находился не под седацией, очень тяжело переносится исследование, активно срыгивает. Визуализируется сегмент пищевода Баррета С14-М16. Также мы видим, что неэффективна консервативная терапия, определяются язвенные дефекты в нижней трети пищевода. И разъемный процесс 12-перстной кишки. Морфологом осматриваются биоптаты. И уже доктор не описывает нам никакого очагов кишечной дисплазии эпителии. Описывает, что есть пищевод Баррета в обоих биоптатах. А как это убрать? Поможете мне? Спасибо, Мальч. В гистологическом биоптате из желудка определяется повторный хеликобактер пилори. Пациент повторно идет к гастроэнтрологу, к другому уже. И доктор меняет ему терапию, назначает дексалансопрозол 30 мг 2 раза в день. Перед этим антихеликобактерную терапию с рабипрозолом. И пациент повторно осматривается Кашиным Сергеем Владимировичем в понедельник в этом городе Ростове-на-Дону на аппарате экспертного уровня 190 серии. Ашку под внутривенной седацией мы его все-таки уговорили. И выполнено все исследование согласно всем мировым стандартам. Взята рандомизированная биопсия на всем протяжении. Выполнен осмотр в белом свете с полуторапроцентной уксусной кислотой. И выявлено два очага. Во-первых, виден значительный положительный эффект на терапии. Язвенные дефекты, которые длительное время не заживали, уже через 5 недель приема дексиланта уже зарубцевались. Мы видим в месте ранее выявленного дефекта уже рубец. Также визуализирован дефект, не дефект, а усиление сосудистого рисунка, из которого дополнительно была взята биопсия. И заключение. Пищевод Баррета, длинный сегмент С13М14,5. Положительная динамика на терапии. Пость язвенный рубец нижней трети пищевода. Выполнены стандартные фотопротоколы исследования. И у нас возникли по результатам этого клинического наблюдения вопросы к экспертам. Правильно ли был оценен морфологический материал в гастроскопии 2017 года, где была выявлена дисплазия низкой степени. Либо это были просто воспалительные изменения. И дальнейшая тактика ведения данного пациента с таким длинным протяженным сегментом в рамках эндоскописта и гастроэнтеролога. И кратность наблюдения за таким пациентом, и количество фотоснимков при выполнении контрольной эндоскопии, оно должно быть такое же. Либо какие-то конкретные зоны надо фиксировать. – Екатерина Альбертовна, будьте добры, представьте, пожалуйста, гистологический материал. – Сейчас я тогда открою скам. – Потому что при первичной биопсии патоморфолог, один патоморфолог, я так понимаю, да, без второго мнения, установил морфологический диагноз дисплазия низкой степени, и, конечно, важно разобраться, и тактика ведения пациента во многом зависит от наличия или отсутствия дисплазии. – Я бы тоже хотел кое-что сказать. Если у вас изъязвление в этом борете, это всегда очень подозрительно. Если у вас там язва, дайте ИПП, и после зарубцовки возвращайтесь, потому что язва на борете – это всегда очень подозрительно. Может быть, неоплазии нет, но активное наблюдение вести нужно. – Имеет листья пищевого бара? – Но данных за диспластические изменения я не вижу. – Да, я согласен. – Это реактивные изменения, скорее всего. Потому что некоторые ядра выглядят темными, но созревание по направлению поверхности есть, то есть я согласен, здесь нет дисплазии. – А можно показать, где барот? – Да. – Вопрос – где барот? – Вопрос – где барот? – Покажите, это важно, действительно. – Вот хотите увидеть бокаловидные клетки? Вот они, они муцин продуцируют. Они вот выглядят такие, как маленькие… маленькие такие пузырьки. Их видно, они все такие вот, серо-голубые. То есть здесь достаточно много бокаловидных клеток, поэтому даже я бы сказал, что это… даже я бы сказал, что это барот. – А можно спросить еще увеличить… – Изображение еще чуть-чуть больше, потому что вот очень важный комментарий, и хотелось бы увидеть в высоком качестве то, что… – Вот несколько желез с садовидными клетками, очень хорошо видно. – Отлично. – Глобоидная форма. – У меня есть вопрос к Игорю Олеговичу Иванникову, как к нашему ведущему гастроэнтерологу. Интересная тактика гастроэнтерологическая, при выборе гастроэнтерологической тактики. Пищевод барота, длинный сегмент, язвенные дефекты… Пациенту назначается… Можно вернуться к этому слайду. Ингибитор протонной помпы один раз в день стандартной дозировки, который сопровождается затем пантопрозолом. И врач-гастроэнтеролог после повторного эндоскопического обследования, где снова диагностированы активные воспалительные изменения и незаживающие язвы, расценивает такую тактику, как, видимо, неэффективность терапии ингибиторами протонной помпы и назначает пашметрию. Игорь Олегович, как Вы считаете, достаточно ли такой дозировки, чтобы оценить, что эта терапия неэффективна? Сергей Владимирович, безусловно, дозировка явно недостаточно, поскольку имеется в виду изязвление в пищеводе. Это требует более высокими дозами ингибиторов протонной помпы лечения. Выбор, конечно, может быть на выбор гастроэнтеролога, но доза явно недостаточно. Этим, очевидно, и обусловлено такое длительное рубцевание язвы. Как только был применен Декс-Лансапразол в адекватной дозе, сразу же мы увидели динамику в рубцевании язвы и успех в этом отношении. Иными словами, повода для оценки этой терапии как недостаточно эффективные назначения по ашметрии, наверное, нет. Или как Вы думаете? Ну, тут как бы... Да, для того, чтобы оценивать, надо за какое-то время просто оценить реальную секрецию. Просто лучше это делать не на фоне назначения ингибиторов протонной помпы, а сделать какой-то перерыв и после этого оценить истинную секрецию. Но говорить о неэффективности ингибиторов протонной помпы в данном конкретном случае не представляется адекватным. Спасибо, спасибо. В чем мы убедились, когда мы смотрели с Вами вот на этой неделе, прошедшей неделе этого пациента, у него прекратилась изжога, он стал себя чувствовать значительно лучше и оценил те изменения в лечении, которые были выполнены. Кратность наблюдения за таким пациентом, какова с длинным сегментом пищевода Баррата, учитывая то, что у него был язвенный дефект, была язва. То, о чем сейчас говорил Майкл, язва это всегда суспишус, подозрительно. И какова же в этом случае наша тактика, когда мы должны сделать контрольное исследование? Контрольное исследование, оно же не только для профилактики неоплазии, они еще и для поиска оптимальной дозировки ИПП. Поэтому можно, когда хотите делать контрольное исследование, потому что если такой очень длинный Барретт, то этот пациент должен направляться в соответствующие специализированные центры и по его прихватам сделать контрольное исследование. Если вы сделали все с методами по продвинутой визуализации, тогда можно, ну, через год, наверное. Вопрос у меня, почему пациент 20 килограмм потерял? В Германии основная проблема – это депрессия у пациентов в наших больницах. Почему они теряют вес? А этот-то почему? Тиреотоксикоз. Тиреотоксикозис. – Да. – А, toys. – А, шестер. – Вот, поэтому он и... Собственно, поэтому он и поступил на эндоскопию. И что Вы решили делать с этим пациентом, когда он к Вам снова пришел? – Ну хорошо, через полгода пришел. Через полгода пришел. Ну, я думаю, полгода-год в данном случае. Хорошо, получается специфическое. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы переходим к последнему, завершающему случаю нашей сегодняшней программы. Я с большим удовольствием...